Девушки отдыхают 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 и сказать, что-то с этими ребятами надо делать. Очень шумят. Вот очень шумят. Надо потоп отправить к ним. Может быть, утихнут. В общем, шумит время. Да, действительно. Передача, которую мы в том числе и сегодня хотим вам представить, называется «Шум времени». И выходила, да и выходит она, в общем-то, на радио «Орфей». И вы знаете, я хочу просто назвать некоторые фамилии, чтобы вы поняли, о ком мы рассказывали и рассказываем постоянно. Это люди, имеющие прямое отношение к теме нашей встречи. Владимир Яшевов, Николай Расславец, Александр Масолов, Гавриил Попов, Владимир Щербачев, Николай Мисковский, Виссарион Шабалин, естественно, Дмитрий Шестакович, Игорь Стравинский. Вот это все композиторы, через судьбу которых семнадцатый год, да, вот он прошел с как бы таким красным колесом. Ну, понятно, что Стравинский, в общем-то, выехал на запад. Судьба его очень счастливо сложилась. Ну, а большая часть перечисленных вот мною персонажей испели всю чашу до дна. То есть прошли и огонь, и воду, и медные трубы. Ну, вот наша сегодняшняя встреча называется «Репрессированная музыка». Действительно, где, как не здесь, в этом музее поговорить на эту сложную тему. Дело в том, что как только советская власть, скажем так, устаканилась, вспомнили о деятелях культуры, о композиторах, о писателях, о художниках, которые в это время занимались, ну, двадцатые годы, решением своих собственных проблем, да, как-то вот они сам организовывались, спорились друг с другом, радикально расходились. Вот, в частности, была создана ассоциация современной музыки, да, и в других отраслях искусства, областях, да, писатели, художники также вот формировали свои организации. Тут, мне кажется, такая ловушка времени. Многие из них, вот, Саша перечислил, всех людей блестящих, гениальных, великих, ярких, ловушка времени такая, что многие из них сказали, ну что, обстоятельства, они такие, а я такой. Обстоятельства идут, а я смогу их победить, эти обстоятельства. Я буду жить так, действовать так, как я хочу, и обстоятельства станут моими. Я смогу победить. К сожалению, никто не смог из них победить, и мы говорим даже такие, ну, на наш взгляд, удачно, может быть, сложившиеся в творческом плане жизни, как Сергей Васильевич Рахманинов, но не забудем, что он 12 лет не писал вообще. Он зарабатывал на жизнь, конечно, гениальной, виртуозной своей игрой, но 12 лет он молчал, и потом он написал самые страшные свои произведения. Симфонические танцы – это что? Это ужасная история. Про него рассказывают, когда легенда, может быть, но она хороша, и иногда, согласитесь, легенда гораздо ярче, живее, достовернее, чем реальность. Он рассказывает, что когда он переехал границу, он опустился на колени, поцеловал землю и сказал «Простите». А Глинка, Михаил Глинка, он пересек границу, плюнул и сказал «Все, не хочу, не вернусь». Ну, видите, как судьба по-разному распространится. Да, ну, слава богу, Глинка умер до наступления диалектического материализма, и, соответственно, он не видел, что творят с его музыкой, потому что, конечно, я просто вспомнил шутку Толстого про оперу Иван Сусанин, поставленную в 1939 году Алексея Николаевича Толстого. Он сказал что-то «Самосуд над Глинкой». Самосуд – это фамилия главного дирижера Большого театра, они весь этот Иван Сусанин с ног на голову поставили. Но это отдельная история. Мы, кстати, об этом постоянно рассказываем, потому что вот мы, в частности, с Ириной Кленской ведем передачу на радио «Орфей» каждый вечер со вторника по четверг, со 8 до 9 часов. И вот там мы часто этих тем касаемся. В прямом эфире у нас был недавно интересный эфир как раз про эту оперу Глинки, которую смогли, да, советские композиторы, либретисты таким образом переставить, чтобы она служила действующей господствующей идеологии. Здесь тоже, знаете, нужно мастерство и определенный талант, чтобы вот так вот выворачивать все наизнанку. Но вот я сейчас поменил Алексея Николаевича Толстого. Тоже фигуры интересные. Это писатель, конформист, такой пример конформизма, который вернулся в советскую Россию. Вернулся вполне осознанно, да. То есть это был его выбор. Он прекрасно понимал, что здесь будет и вкусно, и тепло, и сладко жить. И, в общем, получил он то, что хотел. Другой вопрос, за сколько, так сказать, он продал, за сколько серебряников он продал свою душу. Это образное, конечно, выражение. И вот мы пытаемся в этой передаче «Шум времени», она выходит в рамках вечерних импровизаций, это такой радиоканал на «Арфей». Мы пытаемся об этом постоянно размышлять, говорить. И вот впервые сегодня мы встретились со слушателями. Это новый формат. Мы надеемся, что первый блин не будет комом. Да. И, наверное, с кого? Мы же с Шостаковича начнем. Шостаковича, я хочу сказать, что время оно все равно наказывает. Мы вспомнили Толстого, человека бесстыдного, конечно, Алексея Николаевича. Это был его способ жить. Мы по-разному можем относиться. Кто-то поощряет, кто-то не поощряет. Но вот когда он умер, или там разные есть тоже версии его ухода, Сталин потом вызывает секретаря, союзописателей, говорит, что у вас английских шпионов очень много. Он говорит, а кого вы имеете в виду-то? Он говорит, да ваш, золотой ключик ваш. Он говорит, да он умер. Он говорит, слава богу, что умер. Понимаете, как все складывается. Дмитрий Шостакович. Это не из области анекдотов. Нет, это не из области анекдотов. Это все правда. Светит как с вышки прям, с лагерной, прям глаза. Это анекдоты хороши тем, что анекдот, анекдот, рознь. Понимаете, за какие-то... За некоторые можно и... Это, собственно, сам Фадеев писал. Может быть, он лукавил, а может быть, был слишком испуган. А может быть, хотел оправдаться. Очень страшный разговор, потому что касается уже все равно, простите, живых жизней. Как они так прожили? Вот они приняли такое решение страшное, когда начинаешь разбираться и вытаскивать, и размышлять о жизнях, думаешь, а какое, собственно, я имею право читать эти письма, смотреть, как люди ненавидели друг друга, потому что время им казалось, что вот это способ так жить. А что, мы лучше? Не знаю. И размышлять. Так вот, Дмитрий Шостакович, я не случайно мы начали с романа Джулиана Барнса «Шум времени». Если вы не читали, вы получите огромное удовольствие. Он начинает этот рассказ, собственно, попытка понять, что же происходило в стране Советов, и выбрал фигуру Дмитрия Дмитриевича. Там есть одна сцена, которая, собственно, через весь роман проходит. Сидит Дмитрий Дмитриевич многими днями с чемоданом возле своей двери. Он боится войти в дом, потому что боится сидеть, потому что боится возле лифта. Но в конце концов этот психоз ушел, но это продолжалось довольно долго. Это такой ли мотив восприятия эпохи? Как мне быть в такой эпохе, когда мне страшно? Да, страшно было всем, и тем, кто боялся, и тем, кого боялись. То есть такая вот атмосфера повседневного и повсеместного страха. В чем нас убеждает экспозиция этого замечательного музея? Ну вот мы видим Шостаковича. И словосочетание «репрессированная музыка». Оно вообще к нему имеет отношение? Ну действительно. Лауреат сталинских премий. Сколько? У него пять премий. Это немало. У Парковьева, по-моему, было шесть. Это, понимаете, о многом говорит. И народный артист, и орденоносец. Все у него было. Было. И не посадили его. Что тоже очень важно. Потому что Александр Масолов, например, композитор, он на лесоповале, мы о нем еще расскажем, побывал. Ну успешный композитор. Вот если карьеру его проследить. И руководил союзом композиторов. С другой стороны, действительно был такой мишенью. Особенно в 40-е. И в 30-е годы это все началось. Для оголтелой критики. Такой огульной. И возникает такой вопрос. А вот эти люди, которые занимались ахаиванием его, освистыванием в газетах, с трибун, они понимали все-таки глубину его таланта? Или нет? Или они просто были как собаки, которых натравливает хозяин? И они кого хочешь, понимаете ли, там и обгавкают, да, и растерзают. Я думаю, что понимали. Вот эти критики, официальные критики, они знали величину его таланта. Да, и пытались его выдрессировать. Я бы так сказал. Выдрессировать, чтобы он писал то, что надо все-таки и советской власти. А что надо? Новая советская классика. Вот это была главная проблема. Что от них требовали создание шедевров, равных Глинке, Мусоргскому, Чайковскому. А они не могли написать. И за это они страдали в том числе. Ну и приручить, конечно, сначала маленький кусочек хлебца с маслом, потом чуть-чуть еще хлебца, потом сказать, что ты гений, потом сказать, что ты самый, что вообще гений. Дмитрий Дмитриевич, читать его письма, дневники, когда вы их начинаете так вот подряд читать, довольно страшно. У него есть одно воспоминание, которое в его музыке всегда есть. Когда он был еще студентом консерватории, учился у Глазунова, и Глазунова был такой специфический человек, очень доброжелательный, но сильно выпивающий студент. Он был просто пьяный все время, и добрый по этому. Он посылал время от времени студентов. Ну, это был очаровательный, очень талантливый человек, который любил своих студентов. И вот Шостакович идет за очередной порцией спирта, и он видит на глазах, у него бежит маленький мальчик, ему, наверное, лет 8-10, холодно, зимнее какое-то такое морозное состояние. И вдруг он видит солдат, которые тоже идут навстречу. И вот эти три судьбы соединились страшным, удивительным и беспощадным образом. Эти солдаты на глазах у Шостаковича в упор расстреляли мальчика. И не просто расстреляли, просто он бежал по другой стороне улицы. А расстреливали, войдя в раш. Ведь кровь, она возбуждает. И человек, который один раз, вот как мне Алексей Юрьевич Герман рассказывал, когда он снимал «Лапшина», он пришел в тюрьму и сказал, покажите мне вот самого какого-то ужасного, ну просто вообще. И ему говорят, ну сейчас сиди, Леш, сейчас придет. Только ты там не в Вегасе, видите, я культурно. Ну, проходит один, второй. И один какой-то тоже пришел, сел, посидели. Леша говорит, ну а где этот? Он говорит, ну вот он и был, такой хрупкий, маленький. Он говорит, а что он сделал-то? Говорит, да у него семи расчленений серьезных. Ну понятно. Но это сейчас актуально очень. Главное, что Шостакович, вот он увидел на своих глазах эту жажду крови, власти и безумия, которое охватывает человека стреляющего. И в его музыке с тех пор всегда этот мотив есть, что бы мы ни слушали. Особенно в последних квартетах это страшно. Это страх не отпускал, Саш, ведь его вообще. Ну да, и многие боялись. И в результате сидели, что он увидел, что такое. Что мы еще более резко высказывали, чем газету «Правда» о его эпидемии. Где сидели они? Ну вот эти, которые еще более резко. О ком? Еще более, если верить Соломону и Волкову. А, ну конечно. Да. Нет, ну понимаете, я так считаю. Прежде чем критиковать, нужно прочитать или послушать. Действительно, музыка Катерины Измайловой, опера, Катерина Измайлова, да, это очень сложное произведение. И здесь Сталина можно даже понять. Он пришел, услышал, в общем-то, очень многое, может быть, ему знакомое. Но его натура вот такая ханжеская, она воспротивилась, что Шостакович, очень многие естественные для людей, скажем так, эпизоды повседневной жизни, вдруг вынес на сцену Большого театра. Там очень правдиво все в этой газете «Правда» было написано. Но у них оказалось, советская публика еще не готова вот к такому откровению композитора Шостаковича. Ну и «Светлый ручей» его балет. Тоже поначалу было все замечательно. Про колхозную жизнь. Балет был поставлен Федором Лопуховым, замечательным балетмейстером. И здесь его начали крепко бить. В это время очень активно идет сочинение новой советской классики. Что это вообще за фон такой, 30-е годы? Много композиторов работает. Был такой композитор Иван Дзержинский, однофамилец Феликса Дзержинского. И он написал оперу «Тихий дон». И вот идет, и посвятил ее, между прочим, Шостаковичу. Да. Идет соревнование между ними, незримое, между Шостаковичем и Дзержинским. Сталин смотрит это, смотрит это. И «Тихий дон» ему больше нравится. Потому что там колхозники пляшут и поют. Их специально привезли из станицы, из этих донских. И они показывали артистам Большого театра, как танцевать надо. Понимаете, это близко к народу. И фактически вот он Сталин поставил на Дзержинского. Пускай вот эту оперу, и потом поднятую целину ему заказали. Ну а Шостакович, да, вот он оказался в данном случае мальчиком для битья. Но, понимаете, все равно же он был востребован. Его вариант гимна Сталину очень понравился. И он ему так и сказал, да, вот. И с Чатуряном они писали гимн на двоих. Никак не могли... Как же это им писать-то? Вот. И его в ложу позвал он и сказал, у вас хороший гимн, но у Александрова лучше. Ленинградскую симфонию написал. Получил сталинскую премию одну, вторую. А потом вдруг эту симфонию обвинили в пропаганде чего? Фашизма. Вот. То есть постоянный страх, что то, за что вчера тебя хвалят, сегодня может оказаться главным поводом для обвинений. Ну, надо сказать, что с Леди Магби, Ценского уезда, тут тоже вот, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я размышляла и подумала. Сама история Лескова, рассказанная, она страшная. Лесков говорит о дикости народа, о дикости страстей, о дикости того, что убийство, как только оно начинается, оно безостановочно, оно тебя уничтожит. И Шостаковичу, может быть, захотелось вот в это время об этом говорить. Может быть, но Сталину-то не понравился секс, обнажённые люди, там что-то творят. Сталин у нас был очень, как понимаете, стыдливый человек, очень робкий, стыдливый. Особенно мне нравятся изданные сейчас, они все изданные, такие книжки, где рассказывается, дело было во время войны, о том, какие пиры устраивало, Иосиф Исарионович, какое меню там было, какие люди приходили, чего ели пили. Очень поучительно, особенно. А ещё интересно про этих ребят, когда есть такая Вита Севрякова, она собирает музей, музей нижнего белья. И вот у неё замечательная история. И все наши герои, они каким-то образом вот по-своему обнажаются. Например, у Берии, Лаврентия Павловича, они же все были застёгнуты, люди-то. А вот когда мундирчик раскроется, там у него было такое шёлковое бельё цвета свежей лососины. Согласитесь, эти детали о многом говорят. Ну вот, скажем, Ленинградская симфония, Шостакович, может быть, не нам судить, конечно, но мы же размышляем вместе с вами. Он пытался приспособиться к эпохе и подумал, ну он же творец, ему хочется писать, сочинять, размышлять. И он думал, я вопреки, я вопреки, я соглашусь, а потом всё наладится. Седьмая симфония это вообще трагедия, конечно, мы считаем, что это посвящение Ленинграду, мы считаем, что это блокадная история, но она-то не блокадная. И ужас и ложь в том, что она была написана в 1939 году, и в писемах он всё время советуется. А как назвать? Вот Ленин там впереди или Ленин вперёд или Ленин. Много вариантов с этой фамилией. Потом он немножко отложил эту историю и вспомнил, собственно, когда началась война. Поэтому, видите, как только начинаешь прикасаться к фактам сложных эпох, то возникает очень много вариаций и вариантов. И какой мы с вами из них примем, какому поверим, что такое воспоминание, это же многие фантазии. Ну, мы, может быть, сейчас вспомним Масалова, человека, который был в 1920-е годы гораздо более знаменит, чем Шостакович. Да, можно вспомнить Масалова, вот видите, какой замечательный композитор, Александр Масалов, человек, в общем-то, творчество которого было открыто сравнительно недавно, вот на радиостанции Орфей, да, и музыка его регулярно там звучит, то есть фактически его как-то из небытия, да, да, восстал он. И сейчас очень популярен он вновь. Тогда Масалова имя в 1920-е годы называли даже перед Шостаковичем, да, потому что он был одним из столпов этой ассоциации современной музыки. В Москве была Академия современной музыки на Пречистинке, где он исполнял свои произведения. Была, конечно, свобода. Вот в 1920-е годы до середины где-то, пока этими самыми композиторами, писателем никто не занимался, ну, некогда было, но не до них было пока. Вот не до них. Пока идут разборки, эти там, Ленин умер, все, 24-й год, борьба за власть. Пока не до них. Это время свободы. И борьба идет. Вот Масалов с одной стороны. С другой стороны композиторы, консерваторы, которые в другой объединяют ассоциацию пролетарских музыкантов. Они друг с другом борются. Понимаете, пролетарские музыканты призывают к борьбе с такими, как Масалов. И вообще вот эти пролетарские музыканты, композиторы, художники, они обращаются к партии и правительству с просьбой использовать их активнее в борьбе за советское, за новое советское искусство. Это очень вопрос сложный. Вот это понятие новое советское искусство. Новое, да, советское, да, но искусство ли оно? Для этого нужно пойти в Тротяковскую галерею на третий этаж, куда бесплатно даже пускают, хочу вам сказать, и походить там целый день. Захочется ли вам еще раз прийти туда и лицезреть эти огромные картины «Два вождя после дождя», понимаете, там, ну, опять двойка я не беру, это хрестоматийное полотно. Вот так же и с музыкой. То есть, не стоит думать, что сверху поступило указание зажимать вот Масалова, да, Половинкина, не давать им играть, да, требовать с них все-таки иного метода, соцреализм, потом его назвать. Нет, вот здесь очень важно. Коллеги, именно коллеги их и выступили за стрельщиками вот такой травли, и всегда выступали. То есть, не надо было придумывать специально что-то там наверху в недрах ЦК УКПБ, как вот побольнее еще Шостаковича того же. Без этого и без этого справляли. Всегда находились люди ортодоксальные, ортодоксальные такие, которые могли по полочкам разложить любую симфонию. Масалова, понимаете, Шостаковича и предъявить на основании этого уже политическое обвинение. Вот почему мы говорим о репрессированной музыке. Масалов яркий пример. Он был репрессирован по доносу одного из своих коллег. Да, ну вот мы тоже опять говорим о времени. Александр Васильевич Масалов, человек, родившийся в Киеве, ушедший, покинувший этот мир в 73-м году, по-моему, в Москве. Судьба вначале складывалась очень благополучно. Вот интересно, в дневниках его, в письмах такие есть стихи Давида Бурлюка. Они поняли, время другое, им хотелось по-своему выразить это время, свой путь. Вот он пишет, Давид Бурлюк, и все аплодируют и понимают, что вот он, путь туда, и так надо идти. Душа кабак, а не барвань. Поэзия, истрепанная девка, а красота кощунственная дрянь. Можно сказать, ужас какой, ужас-ужас, не ужас. Попытка по-своему понять время. Вот сейчас открываются новые возможности. Масалов, молодой человек из очень благополучной семьи, мама у него пела в Большом театре, отчим был художник, совершенно изящный, прекрасный дом, вкусно, сытно, уютно. Преподаватель, его профессор, Мисковский, благороднейший вообще человек, о котором есть смысл сейчас вспоминать и размышлять, благороднейший человек, он говорит, Саша, вы что делаете-то с музыкой? Вы все время хотите писать, вы так талантливы, из вас музыка рвется, а вы что делаете? Завод пишете, пытаетесь восстановить, как скрипит рельсы, зачем вам это? Вы теряете мелодию, а мелодия в жизни, в творчестве, в музыке, она главная. А им хотелось другого. Да, завод там есть такая замечательная, надо сказать, это ведь было время и в Европе. Мы вспомним и МИО, и Аннегера, которые говорили, я слушаю эти паровозы, я чувствую их, ощущаю их, как великолепных, роскошных женщин, которыми я наслаждаюсь, изумляюсь их красоте и изяществу. Им хотелось понять эту эпоху, она же из разных звуков состоит, и выразить по-своему. Ну да, друзья не приняли, хотя это был круг, когда они дружили с Хармсом, они дружили с Малевичем, это была такая попытка новых форм. Помните, Саша, мы говорили, какие афиши были, приходите на Масалова, билетов было не достать. Ну да, это вот в чистом виде был современный композитор. Вот одна лишь симфония, завод, чего стоит, то есть он в музыке изображает работу промышленного предприятия. Но мы вспоминаем, что это за время 20-е годы, потому что и в живописи, и в литературе происходят аналогичные процессы. То есть желание отразить свое время. Поэтому не удалось, он, к сожалению, не Равеля сказал. Ну, что делать? Ну, Равелю тоже, знаете, не сладко пришлось. Вы знаете, да, они жили в разных системах политических, и здесь... В мирах разных. Да, в сослагательном наклонении трудно говорить, кто бы с кем бы стал бы. Масалов очень популярен на Западе. Вот что может служить для нас очень хорошей иллюстрацией того, насколько был он востребован. Да, вот очень четко регулировалось в советское время возможность выступать на Западе. Это было главным лакомым куском. Если тебя выпускают, значит, будь еще и счастлив. Вы знаете, выпускают. Что это, понимаете, уголок Дурова, что ли? Собаку из клетки или там эту мышь выпускают? Это трудно понять сегодняшним людям, родившимся в 90-е годы. Понимаете? Когда вот паспорт... Вот у меня есть книга «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе». И вот на одной из презентаций. Ну, там рассказывается, естественно, «Повседневная жизнь», о которой вы все хорошо знаете. Большая часть присутствующих в зале. И вот подходит совершенно молодой парень и говорит мне, ну, а паспорт-то неужели, как он выразился, нужно было три месяца, что ли, ждать? Ну, я не помню, что он сказал. Я говорю, ну, а что? А как же так? Говорит, я понять не могу. Ну, а как же вот выпускали-то? Я говорю, да не выпускали никого. И вот, ну, не могут понять. Это, конечно, хорошо, что они не знают. И не надо это знать. Понимаете? Но с другой стороны, если они не будут знать, они не будут дорожить тем, что есть. Вот в чем парадокс. Вот мы и пытаемся говорить об этом и с молодой аудиторией, потому что очень много людей не знают, как было. Да? И цензура. Вот мы еще не говорили о цензуре. Какая была цензура? Да, безусловно, был государственный заказ. И там уже Масалову заказывали произведение. Это очень хорошо, когда государство тратит такие огромные деньги. Огромные деньжища. Я вам для примера приведу такие цифры. В 40-х годах, где-то 48-й год уже, советское правительство объявило конкурс на создание новой оперы, нового балета. За новую оперу платили 60 тысяч, за новую балету 40 тысяч. Это огромные деньги. Это можно купить несколько автомобилей этих. Победа там, Москвич. И они писали и писали, писали и писали. Хреников написал оперу «Мать», которую по-разному склоняли. Самая легкая это хреновая опера. Понимаете? Вот. Там было еще по-другому. Потом Кабалевский пишет. И проблема-то в том, что они не могут написать. Вот это еще вызывало озлобленно. Ну не могут написать. Шостаковичу сказали. Ну что же, вы наш Бах. Его так вызвал один из начальников Центральной комитеты на Старую площадь. Ну мы же ждем от вас. Вы же Бах. Ну напишите что-нибудь наше советское. А то ведь вы знаете, вот советская власть уже 30 лет, а мы до сих пор вождей под Шопена хороним. Понимаете, какой критерий интересный? То есть лучше, чем Шопен, никто траурный марш не написал. И так и было все 70 лет советской власти. То есть вот это время во многом было потеряно. Вот я вам хочу сказать, что Равель это Равель. Но вот эти люди пострадали очень сильно. Да, их даже не сажали. Вот как Хачатурян сказал о Рам Ильич о 48-м годе, о постановлении. Он сказал, вы знаете, какую музыку я мог бы написать, если бы не эти стервицы? Что они со мной сделали? То есть творческие люди, они нуждаются, конечно, в особом отношении. И с ними нельзя так. Понимаете? Достаточно постановления одного, и человек уже отобьют желание что-либо писать. С Масаловым благополучная, конечно, была жизнь, дерзость. Он был человек умнейший, образован. Вообще-то он знал прекрасные языки, философию и пытался по-своему объяснить мир. Все было благополучно, зависть, она играет большую роль, к сожалению, в жизни. И начались анонимные письма. Мы в 1937 году его посадили. Надо сказать, он перед этим написал письмо Сталину. И вот интересно, я тоже думаю, не знаю, согласитесь или нет, вы со мной смотришь, как... Все-таки он человек другой эпохи, он человек дворянской культуры в самом широком и высоком смысле этого слова. И он пишет вождю, казалось бы, невозможно. У простых людей, обыкновенных, в голову даже не могло брить это. Страшно было. А как же? И он пишет. И пишет ему как бы на равных. Он говорит, уважаемый Иосиф Исарионович, я не понимаю, что происходит в музыке. Я требую, я прошу, я возмущен тем, что не дают высказываться, не дают работать. Я готов работать. Я не хочу отказываться ни от какой работы. Объясните мне, что происходит. Ну, ему объяснили. Посадили его 8 лет по 58-й статье. Слава Богу, что его не успели... Нет, его, конечно, отправили, Саша. Он же был в лагерах на лесоповал. Я просто замечу, что это было очень жестоко по отношению к композитору. Обычно деятели культуры не работали на лесоповале. Они были задействованы в театрах, лагерных. Я вот смотрю, сейчас очень хорошо сделана сцена. Много приходилось читать мемуаров тех, кто вышел в ГУЛАГе. Вот точно такая же сцена, только за навески не хватает такого иного рода. А так вот замечательно. И вот он не был отправлен, к сожалению, в театр ни в какой лагерный. А испил до дна всю эту чашу. лесоповал. За него... Простите? Обвинение как было сформулировано? Буржуазная пропаганда, враг народа. Почему она выражалась? Ну, вы даете. Ну, понимаете... 58-я статья, откройте. Ну, это же смешно. Понимаете, антисоветская агитация. Рассказанный анекдот. Ну, конечно же, ну что ж. Ну, мы сейчас не готовы сказать, откройте интернет, и вы сейчас увидите. 58-я статья, пункт 1, пункт 2, пункт 3. И это все... А вот, пустите, здесь все написано. Да-да, вот я тоже хотел об этом сказать, а лучше вообще и не видеть этого. Будет сниться потом. Нет, почему? Если вам интересно, прочтите, там очень интересные слова. Например, говорится о том, что там некоторых обвиняли, что, например, Мирхольда... Мусылов, ну, чтобы антибуржуаз... Посмотрите газету «Правда», подшипки того времени. Нет, не газету «Правда», а судебный приговор. Ну, как он судебный? А судить, как ничего не повинного, что ли? Да ну что? Ну, вы простите, а вас как зовут? Анатолий. Вы 58-ю статью-то откройте, там все написано. Ну, уголовный кодекс того времени, 58-я статья. По ней все, в основном, люди-то и сидели, нашего, извините, круга. Ну, я не готова сейчас, я думаю, что вряд ли. А там, ну, как-то чисто уголовщина, в политике никакой нет. То есть были такие случаи... Ну, что вы говорите? Ну, что вы говорите? Еще раз призываю вас открыть 58-ю статью. Какая уголовщина? Другое дело. Не 58-я, какая-нибудь другая статья, извините. Нет, ну, их сажали по 58-й. Но это те же приговоры-то вы видели? Ну, конечно, видели. Я сейчас просто не готова вам... Я не помню его наизусть. Но 58-я статья, всем известная статья, буржуазная пропаганда, я не знаю, антисоветская деятельность, агитация пропаганды. Ну, послушайте, ну, что толку, ну, посадили его все равно. Посадили. Мы же о чем говорим? Что его посадили? А вы хотите что? а вы хотите что? А вы хотите сказать что? Нет, 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 нет. У Масалова был... Господа, коллеги, откройте интернет, но я не занималась... Найдете. Если захотите, найдете. Я вот думаю, а если его правильно посадили? А ведь действительно правильно его посадили. Вы правы. Вы правы. Давайте... Вернемся. 58-я, вы оставьте мне свой адрес, я вам напишу. У меня довольно большая картотека, наизусть 58-ю не помню, но мой дедушка был расстрелян по 58-й статье. Тогда нужно вам взять дело Масалова, пойти в архив, вам его дадут. На кофе приговоров, может быть, если вы его бумагу сохранили? Я вот не могу... Вот вы интересный человек, вы чего хотите? Скажите. Меня интересует... Не, ну хорошо, хорошо. Правильно. Товарищ правильно интересуется. Дискуссия тоже нужна. Давайте, товарищи, постепенно к другой фигуре подходить. Его никуда... Сейчас мы скажем, потому что закончим. А Масалове, конечно, статья 58-я, жесткая статья. Лесоповал, за него вступил Самисковский. Это тоже был человеческий и творческий подвиг, потому что в то время пойти и добиться, понимаете, добиться, сказать, что не надо так разбрасываться. В общем, это могло... Для Мисковского закончиться нехорошо. Но Масалова освободили. Что происходит с человеком дальше? Его возвращают, он не может жить. В столице, конечно. И потом проходит много времени, и он стал про себя говорить. Когда ему звонили уже после реабилитации, конечно, реабилитировали его, ему звонили, он говорил, «Здравствуйте, покойный Масалов вас приветствует». Как будто что-то перебилось у него в жизни. Но с одной стороны. А с другой стороны, он нашел любовь, и он встретил женщину своей жизни. Мы с ней прожили счастливо, долго, спокойно, очень тихо и скромно. Он писал прекрасную музыку потом. Его отправили в Казахстан. Он занимался фольклором казахским. И интересно, одна из его записок такая. Он говорит, «Как странно. Мне всегда хотелось почувствовать и передать этот шум времени, музыку, музыку, которая наступает. А вдруг я услышал дудочку, простую мелодию, тихую дудочку. И я понял, что лучше этого, лучше этой пронзительной нежности и тишины ничего нет. И его последнее произведение очаровательное. Он писал романсы. Он прекрасно был образован. Дулова вспоминает наш известный музыкант. Она говорит, «С ним можно было говорить о чем угодно. Так легко он переходил с одной темы на другую. Так красочно мог все объяснить. Но абсолютно закрылся в своей жизни. Он ни с кем не общался, ни с кем не хотел встречаться. Он понял, что жизни вне его маленького и прекрасного мира, который он попробовал себе создать, нет. Он больше не хотел никому верить, ни с кем разговаривать. Вот интересно, Саша. Помните, мы говорили, я заметила, мы все-таки очень много прочитали, когда делали эту программу, писем и воспоминаний. В какой-то момент, после 30-х, вот в начале 30-х, люди активно писали до 30-х годов. Просто огромные сохранились письма, прекрасные письма. А потом как будто вот нет, никто никому не писал. Или писали официальные какие-то маленькие документы. Привет, здоров, море хорошее. А писем человеческих не было. Вот если вы посмотрите, будете заниматься архивами, практически до 70-х годов нашего века писем нет. Ну а сейчас уж кто пишет? Да, но письма, были еще дневники. Вот сейчас такое удивительное время, когда многие дневники выплывают на поверхность. Причем дневники простых, совершенно людей. И вот мне много приходится их читать. И такие иногда алмазы находишь, потому что никак по-другому не почувствовать нерв вот этого времени, шума времени, если не будет живой реакции человека, который, например, идет в консерваторию, потом приходит, что-то написал. Выступал, например, Шостакович на премьере, и что-то он написал. Действительно, вот этот дневниковый жанр, он в то время, как ни странно, он расцвет переживал. Дневники Пришвина, сколько томов, дневники Чуковского, дневники его дочери, Лидии Чуковской. Очень много интересов. Дневники Шаболиной, да? Или Шапориной. И вот когда вы читаете, вот там ответ на очень многие вопросы. А что касается Масалова, как сложилась, в общем-то, его жизнь? Что за женщина, которая составила его счастье? Он жил в Москве, естественно, он был реабилитирован, но он был сломан. В 1956 году. Тогда было нормальным явлением, когда люди реабилитированные, активно участвовали все равно в жизни. И вот страны. И он был приглашен для концерта после лагеря уже в консерватории. Был концерт сборной из новых произведений советских композиторов. Его концерт там исполняли и очень высоко оценили в газете «Правда». Но это уже после лагеря. Он был абсолютно сломленный человек. А его жена была известной руководителем сибирского народного хора «Мешко». Вот он тем и занимался. Он нашел себе отдушину. Буду я вот сидеть и писать якобы русские народные песни. А еще одна отдушина – это национальная музыка. Так называемая национальная музыка этих национальных республик. Казахстан, Туркмения, Киргизия. То есть то, чего никогда и не было. Многие советские композиторы вот ушли туда, ушли в этот жанр, чтобы их лишний раз не трогали. Вот они сочиняли якобы какие-то национальные оперы, а там нечего было сочинять. Понятно, что все это было определенной халтурой, так это называлось у них на языке, но это давало заработок хороший. И Масалов, по примеру многих своих коллег, Книпер, например, Лев Книпер, тоже фигура интересная. Он тоже занимался этими национальными операми. Он, кстати, Книпер был сотрудником госбезопасности. Тоже фигура яркая. Мы делали о нем передачу. Он был оставлен в 1941 году в Москве специально, что если Гитлер войдет в Москву, он должен возглавить подполье, представиться как якобы антисоветский композитор. Там интересно на самом деле. До сих пор даже не все архивы. Убить Гитлера. Да, убить Гитлера. Там целая группа готовилась. Ну, слава богу, немцы Москву не взяли, но многое неизвестно с тех пор. Так что советские композиторы, они по-разному себя находили. Да, да. А Машко-то он встретил тоже, поскольку он был человек романтичный, он услышал голос, как-то на сцене репетировали, он вдруг услышал, как кто-то чудесно поет. И он пошел практически как в Рубель, который влюбился в Забеллу. Он услышал, как поет. На опере «Земена прекрасная женщина» пошел на голос и погиб. Давайте перейдем к третьему герою. Нет, к третьему. К Половинкину. Тоже судьба. У нас была такая программа, а потом фильм мы сделали, который назывался «Выход льва». Лев Половинкин – это вообще человек фантастической красоты во всех смыслах. Во-первых, он очень был хорош собой. И говорили, ну, пришел Половинкин. Лев, он был высок, строен, прекрасный теннисист, он обыгрывал всех в теннис, прекрасный пловец, бильярдист. Он даже пишет, по-моему, там уже Мисковскому, говорит, боже мой, немножко скучно, я обыгрываю всех, но, может быть, в этом задача таланта. Родился в очень тоже благополучной семье. Получил прекраснейшее образование в Паривановской гимназии он учился. Там многие учились. Льва Николаевича Толстого. Ну, вот интересно, как... Что? Нет, нет, это Масолов. А Половинкин перед этим был, мы не увидели. Это Масолов Александр Васильевич. А Льва Половинкин нам сейчас покажет, что такой красивый человек тоже очень. Вот, вот Половинкин. В него все влюблялись и все говорили, все влюблены в Половинкина. Он совершенно другая судьба и другой человек. Если Масолову хотелось как-то отразить время, он буйствовал вместе со временем, то Половинкин вообще был человек такого романтического склада. Ему нравилось размышлять, он прекрасно знал языки, поэзию. И такое было романтическое направление. Казалось бы, чего его-то, за что его-то? Писал вальсы, фокстроты, изумительные какие-то, чудесную музыку, надо сказать. Правда, потом он написал произведение, за которое его, собственно, начали потравливать. Ну, потравливать начали, потому что вообще не тот. Вот мы сейчас говорим, и мне кажется, это важная вещь, вот почему травили. Группа крови другая была у этих людей. И как бы, как Половинкин говорил, я так хотел понравиться этой власти, а потом понял, что я не могу ей понравиться, она же мне тоже не нравится, и она меня никогда не полюбит. Просто другая группа крови. Поэтому вот эта страшная вещь, на нее тоже есть смысл обращать внимание. Это объяснение очень многому. Ты красив, умен, у тебя старт жизни был другой, а я вот подбирал объедки. А сейчас я над тобой хозяин. Ведь Егода, например, тоже один из героев нашей программы, кровавый карлик. Он же в гармонии там играл, и был очень исполнительный человек, если бы сидела дальше на своем месте. А когда ему поручили и дали власть, что он делал? Ну, человек вообще был странный, и ориентации, и желаний своих странных. Егода, Ежов сам... Да-да, простите, да-да, конечно, Ежов, Егода. Ну, тоже был супчик-то, Генрих наш хороший. Так вот, он ходил, его вспоминают. И, кстати, когда он возвращался домой, ему нравилось возвращаться окровавленным. Он приходил в дом, где сверкал хрусталь, была шикарная какая-то еда, питье. Он говорил, я так устал. Ему нравилось вот так пройтись между гостями и показать. Нет, ну, на самом деле, он был чудесный человек до того, как стал наркомом. Юрий Домбровский рассказывал о нем. Не безызвестный. Один, я думаю, из героев экспозиции этого музея. А? Я считал, это трепарь, извините. Кто? Домбровский? Кто? Ну, хорошо, хорошо. А почему это вдруг вам-то... Хорошо, хорошо. Есть такие интересные места. Да, да. Короче говоря, Домбровский пишет, что не было лучше человека в Казахстане, когда Ежов там работал. Когда приходишь к нему в кабинет, ну, он поможет тебе так, как никто другой. Или как он помог Лили Брик сделать Маяковского первым поэтом советским. Потому что это же она пришла к нему с просьбой. А он вдруг так стал стихи читать ей, Ежов. Говорит, да, я так люблю Ежова. Это же ему Сталин написал эту записку. Считаю Маяковского величайшим поэтом нашей эпохи. Сделайте все. Он и сделал. Он вообще хорошо пел, Ежов. Ему пророчили карьеру, но он был небольшого роста. Где он мог петь? Только в хоре. Да, и, видимо, вот это тоже, знаете, комплекс неполноценностей от человека, не попавшего, понимаете, на сцену большого театра. Вы знаете, ведь он держал салон в своем доме в Палашевском переулке. Его супруга Хаютина, она была такая дама. В 30-е годы народ голодал, с голода пухли миллионы в советской деревне, а они там ели икру, лососину, ананасы. Кто они? Конечно, Хаютина и ее друзья. Это и Бабель, это и Шолохов, это и Кольцов, большая часть которых потом уничтожат, и прах их туда же сыпят, на Донском. Прямо туда. Вот это парадокс. А что касается Половинкина, давайте вот немножко связать от этих ужасов. Удивительную историю рассказывал Геннадий Николаевич Рождественский. Они были соседями в доме на Меусах. Это дом композиторов, один из первых домов. Он жил через стену. Балкон был общий. И вот приходит маленький Гена из музыкальной школы, он учился. Кстати, его там все время в футбол звали играть, а он отмахивал с энциклопедией большой. Он не хотел, понимаете, играть, ему неинтересно было. А ему задали Половинкина. Представляете, домашнее задание, там выучить гаммы, какие-то произведения. И он приходит к нему по балкону, к тому самому композитору, произведение которого они проходят в музыкальной школе. Ну и вот он вспоминал о нем как удивительно чудесном человеке. Таком спокойном, довольно тихом, который никуда не лез. Которому многое, в общем-то, из того, что звучало по радио, было чуждо. Ну какие-то годы. Конечно, это сороковые. Это сороковые, потому что, понятно, Геннадий Николаевич, рождествен с какого года рождения. Совершенно по-иному воспринимается человек вот в таком ракурсе, в ракурсе воспоминаний своего соседа, да еще будущего выдающегося дирижера. Конечно, Половинкин – это не Масолов. Не Масолов, хотя тут, конечно, судьбами мерится довольно такое странное занятие. Он не решил не приспосабливаться к этому миру, в отличие от Шостаковича и Масолова, не побеждать этот мир, а решил от этого мира укрыться. Чудесные письма у него, например, говорит, я вот читать их, поскольку он очень образованный, прекрасный, какой-то тонкий очень человек был, он говорил, я брожу по лесу, смотрю, как солнце садится, я смотрю, как капельки дождя играют, я счастлив, я играю в теннис, я пишу музыку, я ничего не хочу, успех, такая коварная ловушка, я не хочу быть захлопнутым. Надо сказать, что он был довольно известный театральный композитор, он работал с Таировым, работал с Чуковским, они написали, собственно, вот после этой пьесы всё, Саша, наверное, началось, они написали пьесу, переводная пьеса, то ли из шотландской, то ли из английской жизни, назывался «Герой». А суть этой вещи была проста, Чуковский переводил, а Половинкин писал музыку, и они мечтали такой синтетический сделать образ музыки, балет, движения, вот как сейчас многие режиссёры грезят и мечтают объединить искусство, тогда это было тоже веяние времени. Так вот, суть этого героя, маленькой деревушке живёт отвратительный тиран, у него есть сын, и до такой степени он отвратителен, и мерзок этот человек, что вся деревня просто стонет в ужасе. И вдруг однажды его находят убитым, и деревня понимает, что это сделал его сын. Трагедия сына, начинаются обыски, начинаются преследования, они прячут этого сына, он герой, и они говорят, как прекрасно, молодец, мы за тебя, мы ху-ху. Потом оказывается, что никто его не убивал, он умер сам по себе, на него бревно упало. И тогда они этого парня, которого считали героем, за которого там, я не знаю, голосовали, возвышали, они его начинают презирать и травить. Они говорят, да как же мы могли, да ты, ты просто. И парень вынужден покинуть деревню. Это страшно, если вдуматься в такой метафоричность этой истории, рассказ. Так вот, они отдали, уже начались даже репетиция, по-моему, этого героя. Чуковский потом в письме спросит, но, конечно, его не поставят, эту нашу историю, но хоть гонорар-то заплатят, и Плавинкин пишет, ничего, Корней заплатит, довольно неплохо заплатили. Да, но, конечно, Корней Ивана Чуковский много пережил за эти свои долгие годы, потому что он говорил когда-то, надо же, ну, старости уже, когда-то я начинал как самый молодой писатель, меня представляли, а теперь я старейший среди всех советских литераторов. Мы говорили об этой опере-герои, а возьмите, наверное, тараканище, за которое ему очень досталось, и вообще могли расстрелять, в принципе. Что там придумывать? Вот товарищ по 58-ю статью спрашивал, как он там, «Рыжий и усатый таракан». Ну, это же понятно, о ком это. Ну, ничего, не тронули, так и жил в своем Переделкино. Понимаете? Вот, и очень его били, вот, в переносном смысле. Это даже началось не при Сталине, вот когда вот апофеоз этой борьбы со свободомыслящими. Или вообще с теми, кто может что-то там думать, уже этим они опасны, что они могут думать, понимаете, композиторы, да и вообще люди. Да. Так вот, Корней Иванович, испытал вот эти притязания со стороны Крупской. Она возглавила такой поход против Чуковской, понимаете. Какие-то письма родителей Кремлевского детсада, который, не нужен нам такой поэт, к чему он ведет наших, понимаете, детишек. Да, но говоря о Половинкиной, нельзя не сказать какой страницей в его биографии, как его отношения, творческие отношения, личность Натальи, Линичный Сац. Это удивительная женщина. И опять же, она, я думаю, здесь в этом музее, ее жизнь отражена, потому что, вы знаете, сколько лет она провела в ГУЛАГе в этом самом. Восемнадцать. Да, но, говорит, когда она появилась, вышла из лагеря, она приехала вообще в шубе. Где она эту шубу взяла? Ну, я думаю, конечно, она на Лесоповале не работала, она там ставила спектакли, потому что после войны, особенно, среди начальников лагерей развернулось негласное соревнование. У кого лучше самодеятельность? Вот почему еще так брали артистов и заслуженных, и лауреатов Сталинской премии, режиссеров брали. Там Мордвинов, один из Большого театра, чего стоил. Замечательный режиссер. И не отпускали поэтому, по этой причине, и не отпускали их. Потому что они ставили оперы, там золотой петушок. И не из, понимаете, из лагерной самодеятельности, а из артистов, имеющих консерваторское образование. Это другая жизнь уже. Вот эти лагеря, уже десятилетиями люди там живут, понимаете, слушают эту музыку. Там своих скрипачей было достаточно, пианистов. Отличные были люди. А какие были интеллектуалы? Знатоки итальянского, французского языка. Но это ладно. Латынь знали, древнегреческий. Вот какие люди были вовлечены вот в эту гулаговскую, скажем так, деятельность. И для многих, кто потом, молодых, конечно, кто вышел оттуда, да, это стало их университетами. Люди там языки изучали. Вот как брали людей. Так вот, Наталья Ильинична-Сац в какой-то мере поплатилась за свою близость к власти, к Луначарскому. Ну, понятно, что в 18 лет стать директором театра это не просто так. А если вспомнить, что она была племянница? Тем более. Вот. Еще была племянница Розенели. А Розенели – это его жена Луначарского, Анатолия Васильевича, наркома, который выгнал несчастную Рудомино, Маргариту Васильевну, с ее библиотекой в 2004 году. Ну, они занимали дом в Денежном переулке. Вы знаете, в Денежном переулке мемориальная квартира Станиславского, этого, Луначарского. Мне вот очень нравится, что сейчас, когда гуглишь, например, пишешь музей Луначарского, ну, и гугл выдает, до каких там работает, да, например, все не открыто, а там написано закрыто навсегда. И как-то вот приятно сразу. Понимаете? Навсегда закрыто. Чего там делать-то? И он же отобрал у них. Вот вам, пожалуйста, нарком просвещения. Тоже важно. Кто руководил искусством. В 2004 год сейчас я расскажу эту историю. Ленина хоронит. И Рудомино, знаменитая, да, мы знаем, кто это такой, основательность библиотеки иностранной литературы. Долго руководил ее, пока ее не выгнали на пенсию, назначили дочку Косыгина туда. Так вот, она там, там с этой библиотекой, библиотека маленькая, денежный переулок, домик такой, замечательно роскошный, особняк в стиле модерн. И вдруг он заходит, нездоровый с ними, с женщиной, вообще он их в упор не видит, он начарский, интеллигентный человек, миноносец революции, по-моему, его звали Ильич. А мне нравится эта квартира. Он решил там поселиться. И всех выгнали с их книгами, кому они нужны. И вот Ильич-то умер, и некому сказать было, видно. Выговоры ему с трогача дали Анатолию Васильевичу, а ему-то все равно. И он устроил там салон богемный, где была Розенель, где была Наталья Сац. Вот эта близость никогда не проходит даром. И с половинки у них роман, они в Аргентину едут, там же Отто Клемперер, наверное, понимать надо, что и с ним у нее был роман, общительная была, вот это, так сказать, женщина, творческая. И они плодотворно ведь работали с Натальей Ильичич, Ну, плодотворно, конечно. Надо интересно читать сейчас ее воспоминания, в которых половинки как будто бы нет. Он так упоминается, как творческий такой союз. Довольно скучные воспоминания. Конечно, судьба Натальи Ильичич по-разному можно относиться, но так, если вдуматься, господа, очень есть о чем поразмышлять. Конечно, в 18 лет она получила театр. Конечно, она завсегдатывала этих роскошных салонов. Розенель любила меха, бриллианты. Анатолий Васильевич дарил это. Это такая щедрость. Как будто бы это был другой мир. Когда ты читаешь воспоминания о жизни этих людей и читаешь потом воспоминания или просто книги людей таких обыкновенных, то думаешь, боже мой, что же это такое? Как-то разные миры. Анатолий Васильевич Челночарский один штрих к его портрету. К нему по-разному относились. Многим помог, многих посадил. Был очень такой слезливый человек. Когда у него умер, в общем, очень хорошо образованно, надо сказать, что он все-таки в Париже, в Лувре был экскурсоводом, вел экскурсии, прекрасно знал языки, его погубила страсть к писательству. Вот он придумал, что он великий писатель. Он писал, не останавливались читать. Писал пьесы, романы, рассказы. Читать это, конечно, совершенно невыносимо сейчас. Но и увлекался разными бурными идеями. В том числе одна из бурных идей – театр. Вот он в театре, он выступает, он зовет, ему нравился этот свой образ. У него умирает ребенок от первого брака. И он в целую ночь сидит рядом с этим ушедшим маленьким существом и читает стихи Соловьева, Брюсова. Читает, читает и плачет. На мой взгляд, это одна из самых, может быть, страшных картин в его биографии. Но дальше человек, конечно, желавший славы. Вот этот салон, у Саши даже исследование такое есть по этим салонам. Это книга называется «Посредневная жизнь советской богемы». Кстати, там многое вошло, о чем мы говорим. Это интересное, я вам хочу сказать, занятие, изучать эту вторую, двойную жизнь с другим, так сказать, дном. Выясняется, что совсем не так плохо жили люди, искусство, как вся остальная аудитория. Да, цена была, конечно, тоже большая, но потом уже за ценой не стояли. Так вот, конечно, Половинкин пришел, Наталья Сацима, молодая, прелестная, молодая, Половинкин умен, хорош собой. И, конечно, роман вспыхнул, они отправились. Отто Климперер, надо сказать, такой толстый, громадный человек, который очень помог этому путешествию. У нас даже будет 13-го числа, февраля, в четверг, спектакль «Орфей придумал». Это, конечно, фантазии на тему этих отношений, таких точностей. Не знаем, но вот эта история счастливого путешествия на корабле двух влюбленных людей, они счастливы, кажется, что они попали в совершенно другой мир, где нет борьбы, где нет размышления, классовость. Она каждый день меняет платья, драгоценности. Он все время в таких дивных смокинге. Они гуляют, и все спрашивают, кто сидит на палубе, они в первом классе, едут, естественно. Они говорят, кто эти люди? Говорят, что в России голодают, а второй человек отвечает за иностранный журналист. Он говорит, ну, видите, как вполне прекрасно каждый день шампанское, ананасы, икра, все прекрасно. Они были в какой-то момент, наверное, счастливы, никто не знает, но возвращаясь из Аргентины, они ставили там, я забыла, по-моему, волшебную флейту они ставили. Да, но последствия это и погубит ее, потому что общение с иностранцами вспомнит. Ну, кроме того, что муж, она в это время была замужем, очень благополучно, муж ее был, Саша, я знаю, по-моему, в торговле. В внешней торговле, да. В торговле, да, да. Она, собственно, замужем, она в такой вольной жизни, но она уже понимает, вероятно, им сообщили, что взят муж и странным образом коснутся ее. Когда она приехала, вызвали ее. Надо сказать, что она не назвала ни половинки, ну, вот те документы, которые опубликованы, которые мы можем прикоснуться, она никого не назвала, она получила 18 лет. Больше никогда она не видела с Половинкиным, и Половинкин больше никогда, конечно, не виделся с ней. Его перестали, его не посадили, его перестали публиковать, ему перестали давать работу, он как-то совершенно увял. Потом неожиданным образом стал заниматься документальным кино, делал музыку, писал музыку и получил прекрасную международную премию, по-моему, это было накануне его смерти, за год или за несколько, о жизни пчел. Он очень любил Митровин. В 47-м году, да. Вот видите, опять же, пример, человек уходит в документалистику, и вот уходит, уход от действительности, уход туда вот, чтобы там не тронули, потому что, ну что там документальное кино, ну что там можно посадить, понимаете, или там лишить. Дело в страхе уже здесь в каком? Подсознательном. И тоже касается цензуры, она также внутри. Вот Вениамин Каверин написал замечательную книгу «Эпилог», где подробно описал, препарировал страх. Вот что надо читать сегодня, читать тем, кто хочет узнать душевное состояние людей, которые жили в то время. Препарировал страх. Он говорит о таком понятии, как внутренний редактор. Что это такое? А потом понимаешь, цензура страшна не та, которая сверху, а та, которая внутри вас, когда она заставляет вас бояться. Понимаете, когда вы думаете, не дай Бог, что-то я вот еще такое скажу, не дай Бог, напечатаю. Да лучше я не буду печатать, вообще писать не буду. Вот он, вот эволюция творцов, понимаете, которых ломают через колено, да, которых и бьют, и возвышают, а в результате ничего, пустое место. То, что мы сегодня имеем, вот я так считаю, это мое личное мнение относительно нашей культуры, понимаете, потому что это постоянная отсылка к ностальгии, там нет ничего, это уже прошло, понимаете, а что завтра будет, мы не знаем, а сегодня и смотреть-то нечего, да и слушать, иначе бы мы не обращались вот с Ириной Кленской на радио Орфей постоянно к той эпохе, ведь правда? Поэтому это очень интересно. Тут то же самое, что как и в генетике. Если где-то там уже напортили, то ничего хорошего ждать не будет. Вы знаете, мы уже целый час вас своими разговорами мучают, у меня предложение, может быть, к вопросам перейти? А мы еще, может быть, расскажем о катуаре, чуть-чуть, о половинке, вот судьба его закончилась странным образом, он такой, ему вдруг позвонили из театра и сказали, что мы ждем вас, мы хотим с вами заключить договор. Он уже болел очень тяжело, легкие сердца, все, это люди, которые, с одной стороны, то поколение, оно или выжило и было крепкое, потому что понимало и ценило, ну как-то вот выжило. Или другие, которые не смогли, не справились, не хватило сил. И вот он идет в театр, чтобы заключать договор и понимает, что сейчас, может быть, начнется новая жизнь, он садится на сцене, в скверике у Большого театра, и все, это была весна. Последние его слова, когда он находился дома, были, боже мой, наконец-то я увидела весна и почки, и, может быть, все еще начнется, не началось. Музыка его сейчас, слава Богу, возвращается, это красивые, нежные мелодии, какие-то сказочные. А катуар был его учителем и рассказывал, собственно, тоже судьба дворянина из очень богатой семьи знаменитых катуаров. О них, если мы откроем, смотрим просто... Катуар, да? Есть. Вот вам, пожалуйста. Богатые, образованные, просвещенные люди, прекрасный какой-то дом, семья, и катуар собирался стать математиком. Блестящие способности были у человека. В университете говорили, что это просто гений математический, но он встречается с Петром Ильичем Чайковским. Еще он, конечно, любил музыку, прекрасно играл на рояле, и вообще иногда устраивались такие вечера, и говорили, мы пойдем послушать катуара. Так вот он встречается с Чайковским, который в это время находится в очень, в каком-то депрессивном состоянии, его мучат страхи, но вообще Петр Ильич хрупкий очень был человек, ему страшно, ему снятся какие-то мучительные стены, приходят герои, как он вспоминает в письмах, с которыми он не понимает, что делать. И он вдруг встретился с этим молодым человеком, он услышал его игру, тот придумал каких-то несколько своих мелодий. Он сказал, что вы, молодой человек, вам надо ехать в Германию, учиться, вы будете музыкантом, поверьте мне. Кутар приходил к Чайковскому домой, они разговаривали, были вечера. Удивительным образом, да, письмо к фон Меку у него есть одно, где он говорит о любви. Он говорит, вот вы меня спрашиваете, испытал ли я когда-нибудь чувство, знаю ли я, что такое любовь? Если вы меня спросите, знаю ли я это на чувственном опыте, не знаю, не знаю, не уверен. Но если вы меня спросите, что такое любовь, как восторг, когда ты видишь человека, как восторг, удивление, восхищение даром, человеческим талантом, я скажу, да, да. Вот как много сейчас молодых людей. Один из них Георгий Кутуар. Интересным образом, я смотрела много писем, в какой-то момент что-то произошло у Петра Ильича, что-то случилось, он сжёг все письма Кутуара, у Кутуара остались как драгоценные реликвии письма Петра Ильича. Он поступил потом в консерваторию, закончил, он даже написал учебник музыкальный в гармонии, и очень до сих пор в консерватории, говорят, по нему учатся. И потом, после революции, его имение сожгли. Он, собственно, пришёл и увидел, как горит его имение, и говорит, потом он сказал, что мне жалко было только одного, мне было жалко писем Петра Ильича Чайковского. Но согласитесь, там есть какая-то странная связь, сгоревшая. Да, странная, но имеется другая связь. Я вспомнил историю, связанную с Петром Ильичом. Вы знаете, когда наша передача выходит в прямом эфире уже почти два года, и люди звонят иногда, звонят, раньше больше звонили, ну, сейчас обстоятельства не позволяют, потому что всё-таки... Телефон просто выключили. Но всё равно звонят некоторые, когда музыка звучит. И вот звонит женщина, вот, и требует прям к аппарату. Ну, меня вот, как, знаете, Москва, Кремль там, люди что-то хотят всё время. И она говорит, вы зачем это говорите про Чайковского, Петра Ильича? Это же наш гений великий. Зачем вы рассказываете это? Что он там с одним мальчиком, с другим? Нам это не надо. Не надо, не хочу я знать это. Прекратите. Ну, вот, понимаете, в чём вопрос? Надо или не надо рассказывать? И об этом, и о том, и о Петре Ильиче, который отнюдь не был святым. Понимаете? Как человек был просто отвратителем со своими извращёнными наклонностями. Это же всё известно. Пожалуйста, почитайте там его письма, письма к нему, его окружение этого. Обязательно надо, только надо помнить что-то в Российской истории. Да, вот, спасибо вам. Спасибо, спасибо. А я хочу сейчас напомнить, Саша. Мы закругляемся уже потихонечку. Набуков пишет, он говорит, боже мой, вот я думаю, ну вот я как человек не хочу никому быть известен, и мало кому интересен, но обыкновенный я человек. И прямо скажу, что Ишни с узбеконом я ни на что не променяю, на все эти чудные какие-то меню, что я простой человек, простой в своих желаниях, но я другой, когда пишу. И какой я по-настоящему, какой я настоящий, какой хотел бы, чтобы я знали. Ну, с Катуаром мы не знаем, какие были отношения Петра Ильича, Чайковского никто со свечкой не стоял. Это было по письмам, Катуаровским, которые чуть-чуть сохранились. Это была какая-то такая восторженная дружба ученика, к учителю, который ему сказал, как говорил Чайковский, «От щедрой похвалы вырастают крылья». Ведь нужно в какой-то момент похвалить и сказать, как мама Льву Половинкину говорила, когда он был маленький, «Левушка, ты мой лев, дорогой, вставай, у тебя вся жизнь перед тебя, все получится, ты лев, иди, плыви». И тогда человек плывет, а когда им этого не говорят, у него рождается очень много неуверенности в себе, которая губительна, к сожалению. Так вот, у Катуара были любимые ученики, один из них – Леонид Половинкин, которому он рассказывал историю, которую подарил ему Петр Ильич Чайковский. Человек решил найти жемчужину и пошел искать эту жемчужину. Он долго-долго шел. Потом он пришел к морю и никакой жемчужины не нашел. Он сел и огорчился. Тогда к нему подошел мудрый старик и сказал, «Ты почему грустишь? Я не нашел жемчужину, я шел всю жизнь, я жизнь потратил, чтобы сюда прийти, найти эту жемчужину». Он сказал, «Зачем тебе жемчужина? Ты же увидел море. Не бойся». И вот этот такой, может быть, момент, который Катуар подарил своим ученикам и Половинкину, Льву в том числе, «Не бойся, иди, пиши, сочиняй, твори, живи». Они попытались не бояться. Но вот что у них вышло. Да. Ну, вот все, что мы хотели вам рассказать сегодня, возможно, в чем-то мы неправы. Но это наша точка зрения, которую мы пытаемся донести, пытаемся обосновывать, ссылаясь все время на мнение тех или иных специалистов, признанных авторитетов или совершенно простых людей. И мы каждый вторник, среду и четверг работаем на радиостанции «Орфейс» с восьми до девяти, ну и несем искусство в массы. Спасибо вам большое, что вы нас терпели, слушали. Спасибо вам. Благодарим вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok